Приветствую вас, и перед тем как начать, хотел бы сказать небольшое подтверждение. Если данное видео смотрит муж Ирины, то я очень прошу его выключить, это видео, потому что оно принадлежит только Ирине. Если вы уважаете свою жену, если вы предоставляете ей право иметь собственную жизнь, собственные личные границы, то, пожалуйста, примите акт доброй воли и выключите данное видео. Если это видео все-таки первым посмотрит Ирине, то я хотел бы вам сказать, что данное предупредение я считал необходимым, потому что оно содержит достаточно много информации, которую ваш муж может понять неправильно, и мне бы не хотелось, чтобы у вас были проблемы, были скандалы на этой почве, поскольку я не знаю, как вы показываете мужу видео, как он смотрит их и так далее. Теперь непосредственно к сути того, что вы сказали, к сути того, что вы написали. Значит, первый момент, момент, связанный с женой, с женой Дениса. Ну, во-первых, очень хорошо, что вы назвали его Денисом, потому что называть его директором-директором действительно не очень хорошо, но я не стал говорить вам об этом, потому как подумал, что, ну, вы же браво, раз вы так называете его, значит, называете. Ну, я в любом случае рад, что вы дали ему имя, теперь человек как-то сразу, знаете, преобразился, стал более понятным, что ли, чем такой некий безлисткий директор, да. Значит, что касается жены. Вот вы спрашиваете, почему вы ей позвонили. То есть, вы просите меня, как я понял, помощь я в том, чтобы я помог вам осознать, для чего вы ей позвонили. То есть, чтобы вы лучше поняли причину своего поведения. Ну, вообще, безговоря, причин может быть масса. Мне бы, мне это интересно, в таких случаях всегда лучше разговаривать с человеком, знаете, ситуативно. То есть, если вот человек совершает какое-то поведение, да, то его спрашивают, вот зачем ты это сделал, почему ты это сделал, он говорит. И по его реакции можно понять, правда это или нет. По его поведению можно определить, действительно это или нет. Отвечать на такой вопрос непосредственно через текст довольно условно. А гадать мне бы не хотелось, поэтому я приведу, наверное, те причины, которые наиболее вероятны. И, опять же, по моему мнению, наиболее вероятны. Вот. А найм их будет несколько, а может быть две, может быть три. Я точно не знаю пока, но в любом случае начну я с самой вероятны. Самая вероятная причина, это такая, что это непосредственно в контексте вот того, что вы пишете дальше. Самая вероятная причина, это то, что вы через нее инфективно хотели узнать, как я относился к вам, как, ну, семья Дениса, как относился к вам сам Денис, как относился к вам, и вообще какое настроение у всех, и у всех них, по отношению к вам. Или у всех их великий могучий русский язык в очередной раз поставил мне костыль. Да, вот. Надеюсь, Надеюсь, это носик так улыбнет вас, свечет. Значит, вы хотели бы узнать настроение этих людей? Вы хотели бы узнать через жену, как на вас смотрят директоры? Мы хотели бы узнать через жену, чего вам вообще-то говоря ожидать? То есть, звонок жене, это такая, знаете, разведка боем, говоря, ну, опять-таки, военной терминологией, да, и, вы знаете, вот, разведка боем, она, наверное, как это обычно бывает в отношениях, ничего не дала. То есть, вы поговорили с ней, поняли, что она не хочет вас знать, поняли, что она дистанциируется от вас, поняли, что общается очень плохо, но общается она очень плохо не с вами, а вообще со всеми людьми плохо общается. И тут, наверное, вины-то ее нет, в прямом смысле этого слова. И вы, вроде бы, как ничего нового для себя и не открыли, ничего нового для себя не увидели, ну, кроме радости того, что у нее ваш номер есть, а она вас как бы не узнает. И это не может вас не задевать в том плане, что вы чувствуете по ее отношению, что, ну, наверное, раз она вот так относится к вам, значит и муж ее, то есть Денис, относится к вас так же. И это вас, наверное, еще больше приводит. То есть, грубо говоря, она является приближенным к человеку, к которому вы не хотите быть безразличным. Вы об этом написали в своем письме дальше. И, соответственно, если она имеет влияние на человека, к которому вы не хотите быть безразличным, то, соответственно, и она вам тоже не безразлична. Она не обычный человек. То есть, вы действительно говорите, ваше обращение, что вы к людям так не относитесь. Это правда. Но она, она не обычный человек. Она непосредственный, приближенный к тому человеку, который для вас важен. Она его жена, и вы не можете относиться к ней безразлично, как бы вы ни хотели. Какие бы вы средства ни использовали, как бы вы ни вели себя вечно, выдержанно и так далее, все равно не можете. Но это как, вот, помните, в предыдущем видео я рассказывал, как мужчины, несмотря на все их надстройки, они все равно, можно сказать, проявляют соперничество, проявляют некую борьбу. И эта борьба, она, так иначе, все равно проявляется. Как бы они ни старались этого не признавать, все равно эта борьба имеет место быть. И от нее никуда не деться, потому что это сущность мыши. И точно так же я никуда не деться от такого вот отношения к его жене. Потому что это сущность уже женщины, это ваша сущность. То, что вы же чувствуете, что не хотите, чтобы Денис был к вам безразличен, а значит, она для вас соперница, она препятствована пути к его небезразличию, к вам. И значит, вы не можете относиться к ней спокойно. Это первая причина. Первая и, наверное, самая вероятная. Но, как у любой вероятности, всегда есть графики процент ошибочности. И поэтому, чтобы процент ошибочности завести к минимуму, я назову еще одну возможную причину. Это в очередной раз сравнить себя с ней, с женой Денисом. И почувствовать, что вы лучше во всех отношениях. Что вы образованные, умнее, вежливее и так далее. То есть, для вас эта попытка, это возможность самоутвердиться перед Денисом, тогда ее счет. Только одно небольшое уточнение. Дело в том, что вы самоутверждаетесь не перед Денисом, как таковым, а перед образом Дениса, который есть у вас со знанием. То есть, вы как бы заперчите с ней, перед несколько идеализированным образом Дениса. Потому что реального Дениса-то нет перед глазами у вас, а образ есть. И вот перед ним вы стараетесь представить наиболее выгодно для себя, чтобы быть более уверенным в том, что Денис к вам не будет безразличен, несмотря ни на что, и несмотря ни на какие там моменты и так далее. Это второй вариант. Ну, что сказать, самоутверждение, это хорошо, с одной стороны, но, как вы, надеюсь, потом дальше поймете, оно не имеет здесь никакого смысла. То есть, даже если вы будете знать, что вы во всех отношениях лучше его с сыном, и вы это и так знаете, и это все знают, в том числе и Денис, то все равно это не изменит отношения к вам, этого мужчины. Ну, об этом все будет. Сейчас непосредственно, значит, вот вторая причина это была. И третья причина, ну, возможно, это такое мелкое уже желание показать человеку, что вот она нехотешная, что... То есть, вы надеетесь, что в процессе общения с вами человек поймет, насколько он, ну, вот, недальновиден, насколько он плохой, насколько он необразован, насколько он глупый и так далее. То есть, вы надеетесь, что человек сам это поймет в общении с вами, на фоне вас. И, понятно, это... Ну, что вы можете желать, ну, наверное, чтобы дискредитировалось. Это дискредитировалось как бы. Может быть, даже капитулировало перед вами. Уж диск о ваших желаниях можно только гадать. Я надеюсь, что вы это понимаете. И надеюсь, поймете, что гадать мне не очень хочется. Потому что это не совсем профессионально. Вот. То есть, как вы, наверное, понимаете, вот эти три причины, я надеюсь, они наиболее вероятны. По крайней мере, с моей точки зрения, это происходит именно так. Они обусловили, может быть, даже все вместе. Могли даже все вместе. Я, по крайней мере, воспринимаю их совокупности. Они обусловили этот телефонный двухозвонок. И, ну, понятно, что это было продиктовано тем, что у вас паника, что вы начали думать и представлять встречу с Денисом. А вы, значит, вот вы пишете, что о нем мы с вами поговорили. И вы начали думать, а точнее представлять вашу предстоящую встречу. То есть, получается, видите, как, когда я вас, ну, когда вы написали мне, что ого, я помог вам разобраться с чувствами Дениса, да, а я почувствовал некую вину, потому что, ну, получается, что я вас, по сути, настроил против человека. А я пытался это исправить. Теперь получается, что я, наоборот, настроил, к сожалению, против, а как бы к нему. И вы, получается, я вам, ну, по сути, я вам принес переживание. И за это прошу меня простить. Я думал, что вы просто для себя пометите, что вот то, что вы все думаете, это верно. Но встреча может просто немножечко подкорректировать то, что вы чувствуете, то, что вы хотите и так далее. А получилось так, что вот вы слишком, слишком сильно начали на этом достать внимания. Но я надеюсь только на то, что вы понимаете, что предсказать вашу реакцию было нельзя. Мы с вами поговорили всего один раз. И вы мне показались по письму в основном очень таким осознанным, выдержанным человеком. И я не думал, что вы будете так переживать. Поэтому прошу меня, прошу прощения у вас за то, что так получилось. Я вас как бы кидаю из одной крайности в другую. Мне этого лучше не хочется. Надеюсь, что меня извините. И не будет быть от меня зла. Я не хотел этого. Я постараюсь вам помочь. Объясню вам одну простую вещь. Надеюсь, что простую. И дальше мы поговорим по ходу письма уже про еще один момент, который вас волнует. Значит, по поводу того, как вам провести эту встречу. Вот вы пишете, значит, не знаете, как вам одеться, как покраситься, как ввести себя, как смотреть на него на встречу, что говорить. Прошло 8 месяцев, почти год. И, собственно, вы прощите, чтобы я вам дал рекомендации, как подготовиться к встрече для себя в руки. Вы знаете, Ирина, вот, на самом деле, это то, что вы просите, рекомендации, как подготовиться к встрече с человеком, которого, в принципе, я не знаю, которого я знаю только по вашему описанию, и который представляется мне только исходя из того, как вы его описываете. Это не является объективным. Для представления своего собственного мнения мне было бы поговорить с ними. Надеюсь, вы понимаете. И поэтому любые мои конкретные рекомендации по поводу того, как вам себя вести, там, например, вести себя строго, по-деловому, или наоборот, мягко, человечество, ну, это вот ровно 50 на 50, что они окажутся правильными, и что они окажутся не правильными, и мне бы не хотелось, чтобы вы так уж слишком на гаданиях, так сказать, по кофейной гуси, да, строили свое поведение. Я прочитал ваше письмо, и я не сразу на него начал записывать ответ, и я подумал, как лучше это сделать, потому что вопрос сложный, да, взаимный, и вот к какому выводу я пришел. Значит, вне зависимости от того, как пройдет ваша встреча, вне зависимости от того, как мы сейчас будем себя на ней вести с вами, вам нужно понять. Либо это будет все тот же единиц, которого вы когда-либо знали, да, то есть тот самый мужчина, который вызывал у вас восхищение, который помогал вам, который решал ваши проблемы, который, собственно говоря, обнимал вас, да, и так далее. Либо это будет другой человек, человек, изменившийся, но изменившийся как? Изменившийся вообще или изменившийся к вам? И вот изменения вообще у него скорее всего будут, потому что, ну, если он наконец-то садился в местах лишения свободы или под стражей, я почти не помню, так или иначе все равно это влияет на человека, влияет сильно, но если он действительно такой, каким вы его описываете, то, вот, измените меня за такую метафору, для него это все равно, как сгущая вода. Потому что, вот, исходя из того, что вы написали, это очень сильный и волевой мужчина. И именно, исходя из того, что вы нам написали, он к вам не изменится. Вот это будет все тот же Денис, который будет вести себя точно так же, и отношение к вам в него не поменяется никак. Так, а если он, еще раз повторю, такой человек, как вы, каким вы его описывали, то он, безусловно, осенит все то, что вы для него за это время сделали, а сделали вы очень много. И получается, в этой ситуации, что вам нужно вести себя просто как обычно. То есть, вы будете думать, да, вы вот сейчас переживаете, вы не видели его долго, но, когда вы увидите его, вы заметите некоторые физические изменения, но, когда он заговорит, память движения, память общения, память взаимодействия моментально и быстро подскажет вам, как себя вести. И вы даже не додумываясь, будете с ним взаимодействовать, общаться так же, как и раньше. И в этом случае вам ничего менять не нужно, вам ничего не нужно делать никак, по-особому не краситься, не одеваться. Напротив, одеться стоит так, чтобы выглядело, что вы не хотите привлекать его внимание, то есть, чтобы это не было откровенно направлено на привлечение внимания мужчины, чтобы это не бросалось в глаза. Но, в противо, одеться обычно, по деловому, может быть, ну, там, все зависит от обстановки, в которой вы встретитесь, я не совсем понимаю, где это будет происходить. Поэтому просто-напросто соблюсти соответствующий дресс-код. И в этом случае это будет самый правильный вариант. То есть, вы относитесь к нему так же, как раньше, он относится к вам так же, как раньше, и всеми двумя так же, как раньше. Пока. Вот на момент встречи. Может быть, потом это получится какое-то развитие, но мы этого не знаем. И гадать в этом лучше не стоит. Ничего хорошего из этого не получится. Дальше. Следующий вариант, который может быть, это вариант, что мужчина будет относиться к вам по-другому. Вы увидите некоторую отчужденность, некоторую отстраненность, может быть, негатив и так далее. Что особо нужно отметить, это то, что при таком варианте важность и надобность вашей одежды не уходит. То есть, вам нужно надеваться так же. Икрасть в таком варианте, как обычно, по-другому, по соответствии с дресс-кодом. Но, если мужчина к вам изменится, вы заметите, что его поведение к вам изменилось, отношение к вам изменилось, это значит, что он не тот человек, которого вы описывали. Это значит, что он поддался сладости, поверил, допустим, жене своей, по поводу того, что она говорила о вас. То есть, доверялся мнению явно необъективного человека, придав при этом свое мнение. То есть, то, которое у него было о вас. Волевые, сильные люди, которые достойны вашего внимания, вашей симпатии, такого никогда бы не сделали. И значит, если он к вам изменил отношение, значит, он не достоин того, чтобы вы вот из-за него переживали, чтобы вы хотели не быть ему безразличной. И это значит, что он явно не достоин такой женщины, как вы, в принципе, в принципе. Это я вам, как мужчина, говорю, который более-менее вас знает. То есть, я понимаю, что вы себя представляете как женщина, и, поверьте, если человек, если Денис, мнение о вас изменил, он не достоин вас. Он не достоин вашей симпатии. Он не тот, самое, что главное, он не тот, кем вы его описывали. И это значит, что пересылать это не надо. Это значит, что мужчина или осознал, что он с вами не будет, и просто опустил эту идею, опустил эту возможность как-то вас завоевать. и, как это обычно бывает, защитная реакция на это происходит через принижение того, что он хотел раньше. То есть, если, например, раньше он вам вот сейчас, то сейчас он будет селенаправленно показывать вам, что вы для него никто, и звать вас никак, и вообще вы не такая особенная, ничего вы для него не значите. Ну, это понятно, что мужчина просто разочаровался, понял, что ему вас добиться, и вот успокоил себя через убеждение в том, что вы ему не нужны, и вы вообще никто. Ну, понимаете, тот мужчина, который достоин вашего переживания и вашей симпатии, он такого не дал, он так никогда не сделает. Он вам будет до конца верить. И самое главное, он своего он своего мнения о вас не поменяет. Он не позволит чьему-то мнению свое мнение дозьмить. Ну, вот просто для примера, я, например, мнение о людях составляет только сам. Я не верю до конца всегда тому, что они говорят. Мне ну, естественно, это не касается клиентов, вы не подумайте. Я про свою жизнь говорил. Я считаю, это правильно. Если человек уверен в себе, если человек знает себе цену, цену другим людям, он никогда не будет доверять мнению других людей. Потому что для одного человек может быть хорошим, для другого человек может быть плохим. Тот же преступник, например, для своих родителей, для своей матери он всегда будет хорошим. Он всегда будет самым лучшим и идеальным. Просто потому, что так устроены люди. Что они для кого-то хорошие, для кого-то плохие. И значит, мнение составляет нужная человека только свое, только непосредственно, а не опираясь на еще одно другое мнение. Можно, конечно, здесь и предположить, что его изменения продиктованы тем, что он тоже был без вас, тоже не видел вас, тоже снивался в том, вот как вы, да, к нему относитесь, не забыли ли вы его, не стали ли к нему относиться как-то по-другому и так далее. И опять-таки здесь тот же самый момент. Если человек, тот, которого вы описывали, он никогда не подумает, что вы можете как-то изменить о нем свое мнение, пока он не может с вами увидеться. Просто потому что вы не такой человек. Вы серьезный, душевный, преданный, вы неветренные, да, и так далее. Если человек знает вас хорошо, если человек заинтересован в том, чтобы знать вас хорошо, он никогда так не подумает, а значит этих причин для его изменения не будет. А если он так подумал, если он допустил, что вы можете изменить свое мнение о нем, это значит, что гипотетически вам придется доказывать, что это не так. Ну, я надеюсь понятно, что доказывать вы ничего не будете, потому что вы не такой человек. А мужчина, если он допустил такую мысль, значит, он проявил слабость. Ну, раз проявил слабость, значит, это опять-таки не ваш человек. Не тот человек, на которому нужно тратить свои нервы, и не тот человек, который достоин вашей симпатии. Вот и все. И суммируя, значит, суммируя то, что я хотел сказать в этой части, можно подытожить так. У вас, по сути, есть два варианта развития событий, при которых мужчина ведет себя так же, как всегда, так же, как обычно, этот человек достойный вашей симпатии, но тогда между вами ничего не поменяется, память сама подскажет вам, как себя с ним вести, и вы не будете этого осуновать, потому что все вам по ассоциативным процессам, все у вас получится естественно, правильно, так как нужно, и не будет ощущения, что вы какое-то время вообще не общались. просто как будто он уезжал в командировку будет. Если же мужчина изменился, на что не достоин вашей симпатии? Он не тот, кем вы его себе представляли, вы ошибались в нем. Людям свойственно ошибаться в других людях, свойственно разочаровываться, потому что каждый человек слаб, подвержен и внушению, и сомнению, и так далее. Но если такой человек оказался подвержен этому, значит, это уже не ваш человек в любом случае. Вот данные варианты надеюсь помогут вам немножечко свое переживание притупить. В первом случае вам ничего не нужно сделать, все получится и так сам за собой, естественным образом. В втором случае это значит что человек вообще говоря это уже не тот человек, которого вы знали. И он не достоин того, чтобы вы по нему переживали. И если он изменился, значит, он изменился бы в любом случае. Вот так бы вас разочаровал. И лучше пусть это произойдет сейчас вы увидите, чем если вы, например, вы ушли к нему от мужа. это было бы гораздо более глобальное разочарование и на вас оно бы отразилось куда сильнее. Что касается одежды, то здесь момент, я надеюсь, тоже понятен. Вам не нужно как бы специально одеваться, специально одеваться на против мужчин, нельзя показывать, что вы хотите как-то привлечь его внимание, это будет несправедливо, это не будет соответствовать случаю, не будет соответствовать месту, времени и вообще тому, что между вами именно сейчас происходит. По крайней мере, на вашу первую встречу нужно ответственность нитраем. Ну, а что будет дальше, уже покажет только время и ситуацию. Надеюсь, этот момент мы с вами прояснили, надеюсь, он понятен. Дальше. Дальше вы пишите, что не хотите быть ему безразличным. Казалось бы, одна фраза, я не хочу быть ему безразличным. Но эта фраза, она очень-очень ключевая. Дело в том, раз вы не хотите быть ему безразличным, значит, вы хотите для него что-то значить. А раз вы хотите для него что-то значить, значит, вы желаете кем-то для него быть. И парадокс то в том, что вы по всей вероятности желаете быть для него той, кем вы не являетесь для своего мужа. мужа. А это значит, что с мужем вы этой той, которой вы хотите быть для Дениса, вы не являетесь. И это в свою очередь означает, что вот этот аспект, который не позволяет вам быть кем-то для своего мужа, этот аспект всегда будет стоять в отношениях между вами и мужа. И до тех пор, пока вы сами для себя не поймете, кем вы хотите быть для Дениса, и не попробуете этой же быть для своего мужа, и вы пока не увидите, можно ли вам быть этой для своего мужа или нет. И если нет, то готовы ли вы с этим мириться, вот кстати, потому что вы пишите, вы не готовы с этим мириться, и это значит, что вам с мужем счастье полного не будет. Давайте попробуем спросить так. Вот вы не хотите быть ему безразличным. Как вы хотите, чтобы мужчина к вам относился? Как вы хотите, чтобы мужчина вас воспринимал? Уверен, что ответ на этот вопрос скроет пробел в отношении вашего мужа? Если это так, то спросите себя, насколько это для вас критично. И после того, как вы ответите себе на этот вопрос, вы во-первых ответите на вопрос, насколько важно для вас желание быть небезразличным для дениса, и вы ответите себе на вопрос, насколько вам важно быть кем-то для своего мужа. Потому что если это важно и это критично, то в случае если с Денисом ничего не получится вообще никак, то с мужем у вас тоже не получится по всей вероятности быть той, кем вы хотите быть. А это значит, что вам нужно спросить готовы ли вы с этим мириться. Потому что если вы не готовы, если за вас это важно, то скорее всего ваши отношения с будем тоже обречены. То есть, да, вы будете силой воли себя заставлять не быть ради неких благих целей, вы будете пытаться гармонизировать отношения, и чего-то вы сможете добиться, я верю, что вы сможете добиться чего-то, но все равно у вас не будет покидать ощущение, что полная удовлетворенность его сне. То есть, этот момент, то, что вы не хотите быть безразличным Денисом, он очень важный. Очень важный. Я бы хотел еще о нем чуть-чуть сказать. Значит, почему хотел сказать, потому что действительно очень важный момент. Я бы даже сказал ключевой и переломный. Смотрите, вы говорите буквально в предыдущем своем письме о том, что муж вас любит, даже не в письме, а в сообщении. В сообщении вы пишете, что муж вас любит, что все у вас не будет хорошо. Из этого я делаю вывод, что вы нацелены на взаимодействие с мужем, что вы нацелены на то, чтобы быть с ним, на то, чтобы сближаться с ним, гармонизировать отношения с ним и так далее. И тут раз, и вы говорите, я не хочу быть безразличной единицей. То есть, понимаете, пока вы всеми силами обращаете внимание на мужа, тогда вы концентрируете свое внимание на нем, вы действительно видите своего мужчину, спутника жизни и так далее. Но стоит вам чуть-чуть расслабиться и отвлечься, вы тут же понимаете, что Денис тоже для вас слабит. Это значит, что Денис все-таки соперник вашего мужа для вас. Это значит, что Денис тоже вам что-то может дать. Такое, чего муж дать не может. И теперь вам нужно определить для себя, ваш это или нет, критично это или нет, важно ли это лично для вас или нет, насколько полно раскрывает вас то, что вы хотите получить с Денисом, насколько это влияет на вас, насколько это дает вам чувство свободы, чувство раскрепощения, раскрытости. Если нам очень много, то тогда справедливо все то, что я говорил. Если просто желание как-то разнообразить свою жизнь, как-то может быть сделать ее более непредсказуемой, более живой, более адреналиновой, более такой веселой, разнообразной, это другое. Это не значит, что это плохо, нет. Это ваше право. Ваше право жить так, как вы того хотите. Я уверен, что вы имеете на это право. Но важно понимать это, чтобы отдавать себя счет в то, что происходит. И для этого важно ответить на вопрос, насколько важно то, что вы хотите получить от Денису, для чего вам быть ему не безразличным. желанием что эти желания напрямую связаны с вашим мужем, а от мужа зависит будущее ваше отношение, над которым, кстати, мы работали. работали. И это второй момент, который я хотел рассмотреть, который я хотел вам показать. Надеюсь, показал достаточно подробно. Заранее извиняюсь за повторение, если они имели место быть, я хотел, чтобы вы поняли всю важность этого момента. потому что об этом зависит не только ваше отношение с Денисом, но и с мужем тоже. Надеюсь, это понятно. И последнее. Ну, вы пишите, что вы живете в встрече, что мы с недовольным этим, что он ворчал всю дорогу, что... И вот тут на самом деле вы задаете вопрос. Может мне легче, чтобы вы меня любили, семья, и я мучился. Вы знаете, вот этот вопрос, я, если честно, пытался его понять, что он значит, я подожрал вообще, смысла в этом вопросе не увидел, потом понял. Вы имеете ввиду, что вам легче, когда любят вас, не любят ли вы? И вы спрашиваете, может быть, вам легче так, и чтобы вы мучились. Вы знаете, в чем дело? Основная проблема заключается в том, что вы человек достаточно сильный. И такому типу людей действительно очень сложно любить. Такому типу людей очень тяжело любить, потому что они своей любовью запросто могут подавлять человека, они своей любовью запросто могут просто не оставлять человеку никаких шансов, разрушать все личные границы человека, не позволять ему вообще-то говоря, быть собой, и так далее. И если у вас появляется личная заинтересованность, то для того, на кого она направлена, это означает серьезное давление. И не каждый, не каждый с этим давлением может справиться. И это основная проблема. Может быть, да, действительно вам было бы именно с точки зрения ваших ощущений, может быть, вам действительно было бы легче. Но давайте тогда спросим себя так. А вы сами для себя согласились бы, например, на одностороннюю любовь, что любят вас, а вы нет. Согласили бы вы пользоваться мужской любовью. Согласились ли вы на то, чтобы использовать человека для своих целей. Согласились бы вы, например, на то, что постоянно видят, что человек если не вам что-то делает, если не для вас старается, а вы как бы принимаете это и по всему делу позволяете себя любить. Если да, то, ну, опять-таки, это неплохо. Это выбор, выбор, ваш выбор. И в этом случае, в случае выбора можно говорить о том, что вам просто нужно будет в дальнейшем так себя настраивать. Вам нужно будет в дальнейшем строить обнашение своей сказки, чтобы как можно меньше быть эмоционально вовлеченной в отношении с мужчинами и в большей степени позволять им быть во включенном отношении с вами. А вы при этом просто бы позволяли себя любить, позволяли бы к себе относиться так, как мы считаем им. Если вы согласитесь на все то, о чем я говорил вот ранее, но все это мне подсказывает, что подобного вы не приемлете, потому что слишком вы как это сказать, слишком тонко, слишком чутко вы относитесь к человеку, к мужчине, слишком тонко вы заботитесь о нем. и поэтому я думаю, что подобного вы для себя не приемлете. А раз так, то вам можно просто научиться быть слабой, учиться позволять мужчине делать то, что он относим, учиться оставлять какие-то принципиальные значения, принципиальные решения на его живот, на его совесть. И главное не нести ответственность за все решения, которые принял мужчина. То есть вот мужчина вас провожала к сестре. Почему вы решили вообще поехать к сестре? Потому что к этому привели определенные обстоятельства. Кто эти обстоятельства создал? ваш муж значит муж несет ответственность не только за них, не только за эти обстоятельства, но и за вот это все тоже. За ваши действия, которые являются реакцией на эти обстоятельства, на то, что вы сейчас вынуждены жить у сестры. За это тоже несет ответственность ваш муж. Не вы, а муж. Вам это сложно принять, потому если вы видите, как он переживает, вы видите, что он ворчит, вам это неприятно, вы привыкли самостоятельно решать эти проблемы, брать за них ответственность, но вот это как раз таки является неверным. Именно это мешает вам почувствовать некоторую свободу, некоторое расслабление, потому что вы привыкли сами своей ответственностью решать подобные проблемы. Условно говоря, условно говоря, если вы спросите себя, а вы вообще хотите, вот, например, жить у сестры, вы стали бы у нее жить, если бы, скажем, ситуация складывалась бы совсем по-другому. Если бы ситуация складывалась так, что у вас с мужем все было бы хорошо, если бы не было никаких разногласий, тогда стали бы вы жить у сестры. Вы этого сами хотите, но скорее всего нет. Скорее всего нет. И тогда задайте себе вопрос, кто стал источником, кто стал инициатором того, что так произошло. Ну, маляк, ваш муж, а если вы хотите пожить сестры, если вы хотите, то почему? Потому что вам, наверное, требуется эмоционально отдохнуть. Хорошо. Вы эмоционально отдыхаете, допустим. но почему вы эмоционально отдыхаете у сестры, а не у мужа? Опять-таки по причине поведения вашего мужа. И это его ответственность, не ваша. Постарайтесь это понять. Что то, что он ворчит, его недовольство, это по сути не желание нести ответственность за то, что он же сам сделал. И он учится. Это проблема для него. Проблема осознавать последствия своих действий. Но он учится понимать, что у них в контексте вас тоже бывают негативные последствия, которые ему не нравятся. Дальше вы эти негативные последствия купировали своей волей, своей силой, своей выдержкой и так далее. Но с ним есть предел. И вот мужчина прожинает плоды своего поведения. И пусть прожинает, пусть он осознает, что можно действовать так, как хочется. Может. никто не запрещает ему вести себя так, как он хочет. Это его право. Но последствия себя не заставят ждать. И эти последствия очень может быть мужчине не понравятся. И в следующий раз, когда он подумает что-то такое сделать вот в отношении вас, что вам не понравится, или сделать что-то для себя, он уже будет гораздо более осторожен. Он уже будет думать думать, а стоит ли оно того, а нужно ли так делать, а может быть не надо, потому что потом он же сам будет страдать. Вот он поживет без вас, поймет каково это жить без допустим хозяйки, без супруги, без своей любимой женщины. Поживет без вас, просит себя, хочет ли он чтобы так повторилось, хочет ли он чтобы когда-нибудь такая ситуация была вновь. Пусть просит, пусть подумает, пусть решит для себя, хочет он повторить или нет. И если хочет, то это будет. Повторение этой ситуации будет, но разве это ваша ответственность? Нет. А раз ответственность не вас, то и переживать не вам, переживать ему. Так что ничего странного в том, что вы пишете нет, вы просто не привыкли передавать ответственность в том, что касается вас на других, но это нужно делать, этому тоже нужно учиться, этому тоже нужно обучаться, это тоже нужно правильно воспринимать, без личных переживаний, без личной эмоциональной вовлеченности так, чтобы реагировать на это правильно и нормально. Мужина сейчас эту ситуацию запомнит, она для него непривычная, она для него очень яркая в эмоциональном смысле, и он для себя раз навсегда решит, хочется чтобы так когда-либо было или нет, постарайтесь сами воспринимать то, что сейчас с ним происходит как урок, урок для вашего мужа, и этот урок, он должен пройти, и он его пройдет, а вот какие выводы он извлечет из него, пока нет только время. Ну, и собственно говоря, еще один момент, который я хотел бы вам сказать, в принципе, все самое главное уже было сказано, основную информацию я вам дал, сейчас просто в качестве завершения, в качестве последнего момента, я затрону тему, что вы спрашиваете, точнее, даже не спрашиваете, а пишете, как найти подход к Денису, когда рядом с ним его законная жена. вот вы перечислили набор прилагательных, которые оценивают жену Дениса, и то, что вам нужно сделать, единственное, что вам нужно сделать, это показать, что вы не такая, как она, иными словами, быть собой, и ни больше, ни меньше, будете стараться быть кем-то другим, будете чувствовать неестественность, напряженность, это не принесет успеха. Будете наоборот как-то принижать свои качества себя, это будет воспринято как слабость. Тоже успеха не принесет. И только если вы будете с собой, если вы не будете никому доказывать ничего, но вместе с тем и излучать достоинство, излучать любовь к себе, ощущение, что вы не дадите себя в обиду, уверенность в себе, чувствовать, что вы понимаете, осознаете, что все делаете правильным, все делаете верным, только тогда Денис поймет, кто вы, а кто его забыл. И если этот человек тот, которого вы описывали, он сделает правильный выбор, и вам ненужно будет искать к нему подход. Он сам будет заинтересован в том, чтобы иметь с вами контакт и общение. А если вам, простите, придется искать к нему подход, то он будет еще одним человеком, еще одним мужчиной, который вас не понимает, который видит лишь часть вас, маленькую, маленькую часть. То есть, для того, чтобы проявить себя максимально выигранным, вам нужно быть собой. И этим самым вы и дадите тот самый подход, который справедлив для того образа человека, который есть у вас, который вы описывали. и если этот образ соответствует реальному человеку, то все у вас будет естественно, все у вас будет хорошо, все у вас будет правильно, и никаких вам не нужно будет прилагать усилий, чтобы как-то поддерживать или налаживать общину. его супруга, его жена будет рядом с ним, но будет она в гаджете фона или столько своей грубостью, она будет стараться привлекать внимание. И внимание понятно в кого. Ну, если мы понимаем, что это единственный для нее способ, и человека, который привлекает внимание таким способом, можно лишь только пожалеть. То есть серьезно принимать такого человека нельзя. Я надеюсь, что это понимает и вы, и я надеюсь, что это понимает и Денис тоже, но отношение его с супругой не находится сейчас в пределах моей досягаемости, да и вашей тоже. Поэтому говорить о них, я думаю, не стоит. Ну, что же, на этом все. Все вопросы я разобрал. Старался максимально подробно донести вам все, что ожидал нужным. Надеюсь, помог. Всего вам доброго и до свидания. Если ответственно вам не что-то еще, пишите, буду рад помочь. Всего доброго еще раз. до свидания. Продолжение следует...